Пожалуйста, не пытайтесь написать историю про нашего любимого паутиноголового по-быстрому. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы расскажем вам о 10 моментах в сюжетах о Человеке-пауке, которые заставили фанатов бросить комиксы о нём. В этом списке мы рассмотрим моменты из комиксов о Человеке-пауке, которые фанаты посчитали раздражающими, нелогичными, неловкими или разочаровывающими, моменты, из-за которых захотелось тереть из памяти конкретный выпуск. В наш список попали только те истории, которые вызвали негодование у поклонников в момент выпуска определённого комикса. И мы не включали те выпуски, которые только со временем перестали восприниматься серьёз. Более того, мы не утверждаем, что все перечисленные сюжеты плохие. Если момент есть в списке, значит, во время выхода он вызвал у фанатов негодование. Номер 10. Доктор Осьминог и тётушка Мэй. В любой длинной легендарной серии комиксов можно найти абсурдные сюжеты, если хорошенько поискать. В начале комиксы были другими, менее циничными. Главное место отводилось веселью, а не сюжету. И даже учитывая это, планы о том, что печально известный доктор Уотт Актавиус собирается жениться на любимой тётушке Питера Паркера, вызвали возмущение. Опубликованный в 1974 году выпуск «Удивительный человек номер 131» рассказывал историю о том, как доктор Осьминог собирался прибрать к рукам атомную электростанцию, которая переходила по наследству тётушке Мэй. И, естественно, он решил, что жениться на ней будет самым надёжным способом это сделать. Эх, хорошо жилось автором комиксов 70-х. Номер 9. Человек-паук. Глава 1. Серия комиксов «Человек-паук. Глава 1», выпускавшаяся с 98 по 99 и состоящая из 13 выпусков, была попыткой осовременить и обновить ранние годы супергеройской карьеры Человека-паука. Как видно по предыдущему пункту, многие из сюжетов 20-летней и более давности являются устаревшими, неактуальными, а иногда и попросту глупыми. И вот они взяли некоторые из самых ранних историй про паучка и перерисовали их, надеясь привлечь новых читателей. Дело в том, что... Не стоит ковыряться в классике. Особенно, когда в ней куча фейспалмовых, полных каламбуров диалогов, которые были на обложке, начиная с самого первого выпуска. Позже, осознав свою ошибку, Марвел вернули первым выпуском их канонический статус. Здесь стоит сказать, что как с Бэтменом год первый у них не вышло. Номер 8. Возвращение родителей Питера, ставших роботом-убийцами? Ах, 90-е. Время, когда комиксы, казалось, издавались со слоганом «Не бывает плохих идей». Как и с Бэтменом, статус сироты является неотъемлемой частью личности Паркера. Так что фанаты были в шоке и смятении, когда выяснилось, что родители Питера, которые, если вы не знали, были секретными агентами, оказывается, не умерли. Судя по всему, они просто много лет провели в тюрьме. Это, очевидно, довольно сложно переварить Питеру. Но как только он начинает привыкать к мысли об их возвращении, выясняется, что это роботы, запрограммированные убить Паркера, но надерживают победу над ними. В итоге случившееся ошеломляет паучка так же, как и читателей. Номер 7. Помянутые грехи. Кстати, о неуважении к умершим. Как насчет такого вот сюжета? После истории, которую мы расскажем вам чуть позже, Человека-паука ждала путешествия в глубины своей личности с дочерью своей умершей девушки Гвен Стейси. Из-за уникальной генетики она очень быстро выросла. Так что к тому времени, как она столкнулась лицом к лицу с давней любовью своей матери, выглядела девочка как ее двойник. Как вы можете себе представить, это привело к возникновению непонятных чувств у всех вокруг, особенно после того, как Сара поцеловала Питера прямо на глазах у его жены Мэри Джейн. Стоит сказать, что многим это показалось довольно жутким чтивом, без особого смысла. Номер 6. Другой и глаз. Этот сюжет не был принят исключительно отрицательно, но тем, кому он не понравился, он очень не понравился. Начинается все довольно живо. Питер узнает о своей необратимой судьбе. Вас заинтересовало? Или вы уже закатываете глаза от банальности этой уловки? Теряя всякую надежду, он становится беспечным и агрессивным. И из-за этого Морланд чуть не убивает его. Затем он вырывает паучку глаза, а затем съедает его глазные яблоки. Неожиданно, да? Но это еще не все. После последней битвы, во время которой он эволюционирует в паукообразное существо, Питер берет и умирает. Но и это еще не все. В следующем выпуске он оживает. Восстает из мертвых свежее и лучше прежнего, оставляя за собой старую кожу. Слишком много странностей и новых способностей. И самораздражающее возврат к начальной точке. Номер пять. Превосходный Человек-паук. Как мы уже заметили в начале, не все сюжетные моменты в этом видео плохие. Многим людям очень понравилось то, что придумал Дэн Слот в Совершенном Человеке-пауке. Но многих поклонников взбесила основная предпосылка комикса. Из-за чего серия потеряла множество читателей, прежде чем у нее появился шанс завоевать доверие. В этой истории про обмен телами доктор Осьминог перемещает свой разум в тело своего злейшего врага. Заменяя его как в обычной, так и в супергеройской жизни. Звучит как сюжет из 70-х, не продержавшийся и двух выпусков. И фанаты отреагировали на это соответственно. Но со временем многим оставшимся читателям очень даже понравилось. Номер четыре. Питер ударил Мэри Джейн. Об этом знают только самые заядлые любители комиксов. Но факт остается фактом. Как и Хэнк Пим, Питер Паркер однажды ударил свою жену в порыве ярости и замешательства. А в чем отличие? Паркер сделал это почти 15 лет спустя. Этот момент очень расстраивает, но если учесть, что это произошло во время саги о клонах, которая была полным хаосом с точки зрения как сюжета, так и развития персонажей, многие люди просто убрали этот момент из своего личного канона, обвиняя во всем редакцию. Но все же, когда это случилось, многие фанаты забросили серию. В этом сюжете со всеми любимой парой происходит то, что никто никогда не хотел видеть. Номер три. Питер это клон. Конечно, многие перестали читать комиксы еще до того, как Питер ударил Мэри Джейн. Почему? Потому что у них и так было достаточно веское основание бросить серию буквально за пару страниц до того момента, где происходит еще один виток и без того замысловатой истории. Клоном является не Бен Райли, а сам Питер Паркер. И это могло бы быть интересным поворотом. Но стоит помнить, что в тот момент сага клонах разочаровывала фанатов на протяжении целого года. Этот момент настолько не понравился публике, что вызвал волну гневных писем в редакцию. Потому что, ну серьезно, кому хочется, чтобы Питера Паркера заменил его менее интересный двойник? Номер два. Прошлые грехи. Смерть Гвен Стейси наряду со смертью дяди Бена и его родителей является одним из самых важных событий, повлиявших на жизнь Человека-паука. Его злейший враг, Зеленый Гоблин, лишил ее жизни, а Питера – будущего с ней. Ее смерть показала, насколько высоки ставки и риски в супергеройской жизни. Она дала понять, как поступки Человека-паука влияют на близких ему людей. По этой и многим другим причинам смерть Гвен была священной. И потом они сделали каноном то, что у Стейси был роман с Норманом Осборном, Зеленым Гоблином. Все это время? Многие читатели восприняли это не просто как неудачное редакторское решение, а как оскорбление и неуважение по отношению к ним. Номер один. Еще один день. Человек-паук, по своей сути, является молодым супергероем. И дело в том, что молодость является довольно важной чертой персонажа Питера Паркера, и наличие жены не может это изменить, или хотя многие не согласятся, испортить. К сожалению, руководству Марвел не очень нравились некоторые события в жизни Паркера. И как же они с этим разобрались? Поставили на кон жизнь тетушки Мэй, чтобы заставить его совершить немыслимую сделку с дьяволом. Брак с Мэри Джейн? Разрушен. Раскрытие его личности для общественности после Гражданской войны? Забыто. И какой ценой? Это событие, вероятно, взбесило большее количество фанатов Человека-паука, чем что-либо другое за всю 50-летнюю историю персонажа. Согласны с нашим выбором? А какие моменты в комиксах о Человеке-пауке взбесили тебя? Напиши о них в комментариях. Посмотрите также другие интересные видео на WatchMojo Россия, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые ролики.